Всем привет! Сегодня мы празднуем день рождения нашей Джулисочки. Ей исполнилось 8 лет. Первую часть своего праздника она ездила с папой и подружками в Микдональдс праздновать. Когда у нас были старшие девчонки маленькими в таком возрасте, как Джулиса, они тоже праздновали там свой день рождения и рассказали об этом Джулисе. И Джулиса тоже изъявила желание первую часть своего праздника отпраздновать в Микдональдсе. И за это время, пока они были там, мы с Мелиссой и Ванессой подготовили здесь сладкий стол. Все украсили, накрыли. Сейчас я переверну камеру и хочу показать вам, что у нас получилось. Вот так выглядит стол для нашей именинницы. Джулисочка в этом году захотела день рождения на тему русалочки, поэтому у нас все в этом стиле. Мы украсили стол шлейфом. Дополняют его капельки голубого цвета, трубочки в стаканчике. Мне кажется, хорошо смотрятся. Подоконники украшены в этом же стиле. Вот такая капелька украшает позолоченные приборы столовые. Здесь у нас уже на столе стоят крекеры. Девочки могут перекусывать. Также мы подадим различные фрукты. С этой стороны у нас украшена стоит тумба для подарочков, которые уже подарили девочке Джулисочке. Вот с этой стороны у нас сладкий бар. Здесь еще не все. Мы еще принесем фрукты подадим различные и дополним еще стол. Поближе немножечко покажу, что уже здесь приготовлено. Различные сладости, те, которые девочкам можно и те, которые они любят. Здесь на морскую тематику конфетки в виде ракушек различных, разнообразных. Вот такие морские камушки цветные, конфетки, различные желатинки. Вот этот тортик Джулисочке как презент сделали в Микдональдсе. Там они уже его немножечко попробовали, покушали и привезли его домой. Вот здесь у нас украшена стена. Джулисочка захотела себе оставить с дня рождения Джулиса эти украшения. И они очень хорошо сочетаются вместе. А вот здесь мы уже подготовили стол, на котором девчонки будут мастерить шкатулочки. Мы уже показывали в предыдущем видео, что мы купили и чем будут заниматься девочки. Вот такие шкатулочки различные. Вот такие жемчужинки на морскую тематику. Звездочки вот здесь, коньки морские. Ракушки. Вот такая русалочка, которую мы тоже украсим. Различные блесточки. Вот здесь у нас цветной клей. И мы будем продолжать наш праздник. И потом мы покажем вам, что мы смастерили с девочками. И Джулисочка покажет свои подарки. Хочу вам показать, что сделали девчонки, что они смастерили. И какие волшебные сундучки у них получились. Вот делала Джулисина подружка. Вот такой сундучок у нее получился. Вот это делала Джулисочка. Это ее работа. И еще одна подружка делала сундучок. Вот такая красота у девчонок получилась. Всем привет! Я вам хочу показать, что я на мой день рождения получила. Здесь же Лисочка подготовила, разложила все красиво. И хочет с вами поделиться своими подарками. Я вот такой топ-модуль блок получила. Смотрите, какую топ-модуль разукрашку. Здесь можно, показывай, открывай. Показывай на тему котят. Можно их одевать вот в такую одежку. Это наклейки. Вот так красиво можно одеть своих котят. И уже Джулисочка начала разукрашивать и одевать их. Вот такая красавица-кошечка. Вот такая девочка у нас. Вот такие котята у Джулисы получаются. И вот такая книжка от лошадки. Да, смотрите, какая классная книга про лошадей. Здесь различные расы лошадей, да, масти различные. Вот смотрите, и про осликов есть, то есть семейство лошадок. Про зебры, про то, где они живут. Смотрите, какие-то исторические моменты, их строение. Что у них где находится. Показывай дальше. Ага, переворачивай. А, вот здесь еще, смотрите, скелет лошади можно посмотреть. Показывай, что еще есть интересное. Вот, различные шаги, которые умеет лошадь сделать, да, как, что называется. Голов там и так далее. Вот, где они проживают, в каких странах, на каких континентах. И я вот такие резинки и заколочки получила. Они очень подходят на мое платье. Да, у Джулиса вот такое красивое новое платьишко. Смотрите, Джулиса получила вот такое платьишко. Наборчики вместе с колготочками красивыми. И очень как раз подходящие заколочки с резиночками получила Джулисочка. Вот так они выглядят. Вот, смотрите, какая подходящая. И вот такой хантверма получила. Что с ним можно делать? На вармаваса делать. И тогда чуть-чуть подождать. И тогда взять руки. И тогда вот эта хантверма будет руки греть. Да, надо положить сначала в теплую водичку. И потом можно, например, если ребенок идет на улицу или куда-то, где холодно. Может быть, кататься на коньках и так далее. И можно ложить, класть в карманы вот такой хантверма. И он будет согревать ручки в холодную погоду. И я вот такую книжечку получила. Вот такая книжечка на замочке с ручкой у Джулисы. Интересная. Она такая меховая. Смотрите. Такая девчачья. Девчачья. И вот такая мельюнгфрау хантвер получила. Да, так как у Джулисы был день рождения с русалочкой. На тему русалочки она получила подарки также и на эту тему. Вот это такое полотенечко. Мы потом покажем, как оно растет в воде. И я вот такой шаумбат получила. Вот эту ванну делать надо. И тогда можно вот это купаться. Да, можно наливать в ванну и принимать в ванну. Наслаждаться. И я вот такой душ-гель получила. Душ-гель получила Джулиса и вот такую помаду. И я вот такие две книжки получила. Да, очень интересные книжки. Мы будем смотреть их, читать. Здесь различные истории. Очень интересные здесь есть песенки. Какие-то можно поделки делать. То есть, такие книжка-развивашка с различными историями. Как раз вот скоро Новый год. А здесь тоже много историй различных. Песенок с нотами. Кстати, тут ноты тоже есть. Сейчас, может быть, вот. Как раз мы залискали, где тут ноты. Где-то ноты были. Можно даже играть. Проигрывать. В общем, я думаю, что заметили вы, наверное, да, что были ноты. Тоже. Вот. Какие-то поделки можно делать. Какие-то эксперименты. В общем, очень интересная книга. И вот такую книжку. И вот такую книжку. Да, тоже здоровская. Такая интересная книга. Здесь, смотрите, вот такая игра. Это как бы книга-игра, да? То есть, вначале ее нужно прочитать. И потом можно играть. И здесь... Раскладывай. Показывай вот это. Смотрите, вот такая игра. Здесь можно крутить. Мы еще не разобрались, еще не читали. Потому что новое все. И вот здесь 96 вопросов у нас к этой игре. 96 вопросов. Плюс различные вот такие вот фигурки. В общем, будем делать семейные вечера. И будем узнавать что-то новое. Развиваться в новых направлениях. И семейными вечерами будем играть вот в такие замечательные игры. И я вот такую разукрашку получу. Смотрите, какая интересная разукрашка. Открывай ее. Здесь уже есть у нас краски. Карандаши. И здесь показана техника, как можно учиться различной технике. Например, с водой. Как можно добавлять соль. Вот как можно щеткой распылять что-то. Как вот здесь все. Видите, солью можно работать. Можно феном раздувать краски. В общем, очень-очень интересная книжка. Тоже будем осваивать новую технику. И учиться развиваться в новых направлениях. И я вот такую красивенькую лошадку получила. Тоже Лисочка обожает лошадок, единорожек. И получила вот такую красивую лошадку. Здесь она вот украшена бантиком, да. Что у тебя еще есть? Вот такая Маша. Маша. Она говорящая, большая Маша. Такая огромная. Вот с такими огромными глазищами. Но она очень интересная. Она умеет разговаривать. И много чего рассказывает. В общем, такая познавательная. Довольно-таки игрушка тоже интересная. У нас еще такой не было. Поэтому Джулиса будет с удовольствием играть. И Джулиса себе очень-очень желала долгожданный подарок. Который она получила. Ничего страшного. Ничего страшного. Смотрите, что здесь. Рассказывай, Джулиса, что это. Это вот такой обмененный фраушванс. Хвост. Залазь туда. Переворачивай его. Триум. Я. Залазь в него. Сейчас я вам покажу. Какая сейчас Джулиса залезет в него. Поправит. Ему покажем. Ну-ка. Вот. Смотрите, какой хвост у Джулисы теперь есть. Какой классный, красивый хвост. Она так о нем мечтала. И получила в подарок. Желания сбываются. Да, Джулиса? Он очень-очень большой. Очень-очень большой. Да. Что ты в нем делаешь? Расскажи. Я вот эту сплю и книжку читаю и накрываю. Да, она туда залазит и наслаждается. Там так тепло, уютно. У нее такой вот свой домик в виде хвоста. И Джулиса там любит залазить туда и читать книжки в ней. И спасибо, что вы мне поздравили. И очень-очень спасибо вам. Да, Джулисочка вас очень благодарит за ваши поздравления. А что ты еще получила? Ты хотела рассказать? Денюжки. Денюжки. И что ты с ними делать будешь? Я буду в магазине смотреть, что я хочу мне купить. У Джулис еще есть какие-то желания, оставшиеся со дня рождения. И она собирала денежку теперь и поедет осуществлять свои желания. И всем огромное-огромное спасибо. Нам очень приятно за все ваши чудесные, сердечные пожелания и поздравления. Очень-очень приятно. И огромное всем спасибо. Мы вам желаем всем всего хорошего. И до новых видео. Пока. Пока.